Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. Артур Бетербеев провел первый бой с осени 2019 года. В Москве он победил техническим нокаутом Адама Дайнеса, который родился в Алтайском крае, но в детстве вместе с родителями переехал в Германию. Бой закончился в 10-м раунде. Бетербеев отправил Дайнеса в нокдаун, а затем угол немца продемонстрировал полотенце. В этом видео основной экспресс-конференции Артура Бетербеева про бой Канелла, Ковалева и Тайсона, а также интервью с Дайнесом. Он свободно говорит по-русски, а перед началом интервью, когда вышел с допинг-контроля, сказал нам «Здорово, пацаны!». Что я могу сказать? Я рад, что все закончилось. Мы готовились, долго готовились, как мой тренер говорит. Самая длинная подготовка в его жизни вообще. У него много было таких боев. У меня-то всего лишь 15-16 боев. Хотел бы сказать, очень много перед боем журналистов, некоторые, конечно, близко к боксу люди подходят, говорят, что «О, ты, мол, антердог, этому моему сопернику говорят». Я же тоже там сижу, я тоже слышу это, что ты там фаворит, там туда-сюда. Видите, 10 раундов прошло. Вроде не хотел сдаваться, да? Имеется в виду, это очень неправильно, так нельзя говорить вообще. Это не тактично, во-первых. Во-вторых, мне лично нельзя такие вещи говорить. Боксеру лично нельзя говорить. Хочешь, не хочешь, мне приходилось бороться с тем, что преодолеть в себе это. То, что все говорят, что он слабее, там туда-сюда. Поэтому, ну, я постарался все сделать для этого. Все равно, думаю, не на 100% сделал. Конечно, у меня много чего не получилось. Что-то, я не знаю, может быть, то, что... Вот это поздно бой, первый раз в России, вот этот часовой пояс. Ну, я не знаю, что-то... Потом в бою много у меня, вот серии, в которой я хотел много ударов. Но вот в конце, как мне как тренера говорили, так я начал работать, и все закончилось. А все, начало я, как тренер, мне в девятом или восьмом раунде, говорит, хватит спать, говорит, нет. Я потом про себя думаю, потом, в следующий раунд. Все эти девять раундов я спал, что ли, получается? Как вы относитесь к тому, что у вас, ну, синяки на лице, это вам, как бы, ну, вас разочаровалось, что оно, как бы, он попал? Он не попал. Это голова. Он головой ударил или локтем ударил. Я помню этот момент. При столкновении сразу моментально кровь пошла, я это, и он даже сам посмотрел, так, а, я попал, хоть и головой, но попал, знаете. И у меня кровь пошла сразу. Бывают такие моменты, я к этому нормально отношусь. Я же боксом занимаюсь, я же не балетом занимаюсь, чтобы у меня лицо было нормально. Я думаю, один из основных факторов, самых больших, два года боев не было. Не два года, где-то полтора года. Полтора года, да. Ну, все в совокупности, конечно, да. Это дало о себе знать, но все равно, я вот такой философией держусь, наверное. Если все хорошо закончилось, значит, все хорошо. Все, что хорошо заканчивается, все хорошо. Хорошо. Скажите, как скоро хочешь вернуться, и кого бы ты хотел видеть? Сразу такой вопрос. Мы будем, что нам судьба приготовила, мы постараемся к этому быть готовым с моей командой. Я боксом занимаюсь, как сказать. Мне это приятно, и я получаю удовольствие от этого дела сегодня, на самом деле. Я люблю тренироваться, я люблю здоровый образ жизни. И если будет на горизонте что-то интересное, да, продолжения какие-то будут, я имею в виду, вот мои пояса, мне их нужно защищать. Помимо этих предложений, какие-то интересные предложения будут, мы с радостью рассмотрим их. А так, мечтать днями и ночами, чтобы кого-то мечтал, что с кем-то буду боксировать, у меня таких нет. А ведь у вас же бой должен быть вроде как с победителем боя между Максимом Власовым и Джо Смидом. Это, знаете, должен быть. Должен быть, когда мы подписали контракт. Это еще более вероятно, что должен быть. А еще они не подрались между собой, еще не подписан контракт. И поэтому я таким вещам... Я когда с Гвоздиком встретился, до того, как мы с ним подписали контракт, я ни один бой не смотрел этого человека. Потому что мне как-то мне... Я не фанат бокса. Я фанат своего дела, на самом деле. Я отдаюсь этому делу на 99%, 1% оставлю. Но не фанат бокса, чтобы смотреть всех боксеров, чтобы знать их наизусть, чтобы знать, кто у меня в рейтинге идет. Я даже рейтинг не смотрю. Даже вот этот pound of pound никакой. Это не то, что я... Просто я больше работаю в зале, стараюсь работать в зале, целенаправленно по узкой части, кто там будет. Подписал контракт и готовишься к одному человеку. То есть ни про того, ни про другого вы ничего сейчас... Я их... Я вот честно, если не подумайте, ничего... Я их даже ни разу не смотрел, этих ребят. Бои. Артур, а можно уточнить? Вот вы не бросаете вызов никому, не называете фамилий. Но, очевидно, там для американской публики, может быть, даже для канадской, Канело Альварес сейчас кажется сильнейшим боксером. Там, возможно, самым мастеровитым боксером. И плюс он забирался в вашу категорию и бил там чемпиона. Неужели вам просто неинтересно доказать людям, что он не лучший, по крайней мере, в весе 79 килограммов? А я же не отказываюсь от этого. Ну, вопрос тогда, интересно ли вам было бы с ним побоксировать? Конечно, я же говорю, если будут на горизонте такие предложения, я с радостью. Канело крутой боксер, на самом деле, он мне как боксер нравится. Но это не будет преградой, чтобы не выйти с ним в ринг. Это будет, наоборот, хороший вызов для меня, очень интересный мне будет. А можно еще уточнить, а могли бы вы, допустим, еще скинуть 3 килограмма и уложиться в 76-200, если об этом зайдут переговоры? Тоже вариант какой-то есть. А я вот вес делаю, на самом деле, я вот уже сколько, 7-8 лет в профессионалах. Я сам делаю вес, никогда к диетологам не относился, ни в водяную диету не делал. Обычно сам делаю вес, как в любителях делал, так и делал. Если я с диетологом начну, я думаю, я и в 176 пойду. Ну, у меня таких нету мыслей, пока в 175 это самая хорошая категория для меня. Артур, если можно, еще такой вопрос. После поединка я заметила, что несколько реплик вы адресовали судье. Рефери. Рефери, да. Как я поняла, это было по поводу инструктажа в раздевалке. Ну, мы с ним договорились, договорились. Он сказал, что я все понял, оставим между нами. Мы как мужчины поговорили. Я ему придивил свои претензии. Они обоснованные были. Он с ними не стал упрекаться. Если бы он упрекаться начал, если бы упрекаться, сказал бы, что нет, он прав. Я бы афишировал бы сейчас про них. Но так как он сказал, я все понял, я его статус. Я, например, в Америке, я уже сколько, да, 15 боев, Америка, Канада, да, боксирую. Судья подходит, он чисто говорит по делу, правила, да, и уходит. Все. Я от него ничего больше не слышу. Что на английском. А он мне начал там еще там другие вещи говорить, короче. Не будем. Хабиб Нурмагомедов не так давно сказал, что один спортсмен не может дважды выйти на пик формы. Это когда у него спрашивали про Конора Макгрегора. Сергей Ковалев сможет снова, на ваш взгляд, на пик формы выйти? Тем более после вот этой вот дисквалификации, которая есть сейчас. Я, честно говоря, с ним не общаюсь, зачем мне такой вопрос задавать? Я, если бы с ним дружил, он бы со мной делился бы со своими состояниями там туда. А так вот мы не общаемся, зачем мне такой вопрос задавать? Я думаю, что уже сказывается позднее время. Не сказывается, но ваше мнение о Сергею Ковалеве, оно всегда интересно. И знаете, Сергей Ковалев, когда был чемпионом, он себе позволял нелестно высказываться. Наверное, у него какое-то хорошее настроение было, наверное, не сдержался там. Но мы же понимаем, боксеры такие, боксеры так делают же. Поэтому мы должны делать скидки им, да? Поэтому я ему такие чуть-чуть скидки сделал. Ну, конечно, я все это помню. Я не забыл это все. Но у меня спортивная составляющая в первую очередь, потому что если, когда у него был чемпионский пояс, мне он был интересен реально. Ну, все в совокупности, да? А когда у него нету чемпионского пояса, зачем драться с ним сейчас? Смыслову, я не вижу. А вот есть боксер, с которым вы бы очень хотели встретиться? Они уже не живые. Мухаммед Али, например, Майк Тессен. Ну, Майк Тессен живой еще. Я имел в виду, они уже не действуют. Не действуют уже, да? Ну, с такими ребятами. Даже я был, с Майк Тессеном интересно было потренироваться, даже как он. Реальный Майк Тессен, или уже не так. А есть шанс, как вы думаете, он уже все-таки шанс как вы думаете? Потренироваться, да. Я... Организуйте мне бой с ним. Посмотрим. Хочу вас обрадовать, что подходил человек очень известный, с фамилией Запашный, который предлагает бой Майк Тессен, Федор Емельяненко. Он его в цирке организовывается. Давайте, спасибо вам большое, ребята. Уже поздно. Чемпиону... Спасибо большое. Адам, а вы дрались с одним из самых жестких панчеров, как считается, в вашем весе. Ну, и все равно, говорят, пока этот момент не наступит, ты не понимаешь, каково это. Ну, и вот как вам в итоге Артур Бетрубиев и его удары? Ну, нормально, нормально. Я в десятом раунду в десять раундов продержался, я думаю, нормально продержался. И в ответ давал хорошо. И от меня можно еще больше слышать. И удары... Нормально. У меня тоже не слабые удары были. Я думаю, замечательно было. Может быть, мне показалось, мне кажется, что даже дело было не столько в ударах, сколько в том, что вы чуть быстрее устали, чем рассчитывали. То есть, вам потом чуть не хватало свежести, как будто особенно на ногах. Так это или... Нет, я в десятом раунде хотел себе чуть-чуть отдохнуть. И последние два раунда я хотел все, что у меня внутри было, все до последнего бить. А мой тренер что-то так жестко сделал, не знаю почему. Вроде бы вы были не очень довольны тем, как этот бой остановили. Счастливо, давайте. Спасибо. Давайте. Как будто вы были не очень довольны тем, именно как этот бой остановили. То есть, вы хотели продолжать драться. Да, я... Я... Чуть-чуть... Я хотел... Я сюда приехал, хотел... У меня русская кровь, и я... До последнего хочу биться. И я еще с АТРа... Еще дальше мог, а бы мой тренер что-то беспокоился за меня и за это. А в итоге официально именно ваш угол, да, остановил бой? Не рефери, не Юриков? Не, мой угол. Мой тренер уже полотенца посмотрел. А чем объяснил такое решение? Я его сейчас потом спрошу, он говорит, чтобы я на него злился и могу на него обижаться, но он думает, мое здоровье и все это обае. Я еще дальше мог, я в состоянии был, там еще два раунда осталось, я мог себе оплести и десятый раунд я хотел чуть-чуть у себя силу собрать и последние два раунда все, что у меня будет в ответ давать. Вы чувствовали вот во время этого боя, что хотя бы раз реально сильно зацепили Артура своим ударом? Да, я чувствовал, у него лицо тоже, тоже нормальное, да, я чувствовал это, что я, мои удары тоже чувствую, это все прекрасно видели, это тоже. А кровь у него появилась после какого именно из ваших ударов? можно вспомнить. Я не помню, седьмой или восьмой раунд, я не помню еще, седьмой или шестой даже, да, там сильно потихло, я этот момент уже искал и мое правое правое уже туда добивал. А можно еще уточнить, вы просто, ну везде было написано, что вы из деревни Семеновка, и вот вы сказали, что это Омская область, или кто-то написал, что это Омская область, вот мне хотелось просто уточнить, это Омск или нет? Нет, не Омская. Алтайский край. А какой ближайший населенный пункт там был? Ну, большой город ближайший какой был? Новосибирск. Связывается сейчас что-то с этим местом, то есть есть хоть какие-то родственники, или вы вот прям... Да, у нас вся деревня болела, у меня сейчас хэнди только дымит, что молодец, оттуда вот деревня так в Москве поднялся, что я на следующий год хочу туда полететь, и спортзал там хочу позаниматься, все там, детей там, у меня кровь за Россию еще болеет, я за спортсменов болею в России. А у вас 9 дней есть у кого-то, у кого российские имена или русские имена? Там бабушка, дедушка, мама, папа, чтобы их смотреть? Да, от папы стороны еще там живут. Можно узнать, это был самый большой гонорар в вашей карьере, вот сейчас за Бетербеева? То есть я не спрашиваю, сколько, были ли самые большие деньги? Ну, нормально, да. Были деньги, а это нормально, нормально. А когда вам предложили МГБ? То есть, как давно? Полгода назад. Полгода назад, и у нас все время длилось больше, там какие-то у него были, короны у него, ребра там были, за это вот мы переделали, это было. Ну, последний от меня вопрос. Сложно спарринг-партнеров искать под такого боксера, как Артур Бетербеев? Ну, да, нормально. Ну, и ребята были у меня хорошие, тоже крепкие, тоже с России прилетали, везде с Украины, и нормальные. У Бетербеева самые жесткие удары, которые вы в своей карьере принимали? Ну, у него удары нормальные, да. Ну, я бы сказал, он не так жесткие, он уже тоже, уже 36 ему уже становится, 37 ему будет. Нормальный, у него удары на хорошие, да. У кого самые жесткие были? Ну, Артур у меня соперник такой, самый сильный сейчас был. Вы хорошо говорите на русском, при том, что в Германию уехали в 9 лет, ну, часто бывает, что если человек уехал за границу в детстве, потом он постепенно язык забывает. Как вам удалось сохранить русский язык? У меня русская кровь, я это никогда не буду забыть, и мои дети, они тоже разговаривают по-русски, мы дома разговариваем по-русски, моя мама русская еду готовит, и сейчас я приеду, манты, самая классная, да, моя любимая, манты. Вы с вами русская, значит, мама русская, да, и папа по-русски, и я сейчас только радуюсь домой манты кушать. Самое интересное, когда вы только приехали, хуже говорили по-русски, а сейчас уже разговаривали. Ну, я говорю, мой брат мне говорит, если ты еще здесь месяц побудешь, ты вообще четко будешь разговаривать. В Германии очень любят футболов, вы, наверное, за сборную России болеете? Да, я за Россию все время болею, если они играют, или боксуются по Ветькину, за по Ветькину болею, сейчас боксуются, и да, красава. Какой футболист российский, он, так скажем, больше всего по душе был? Сможете вспомнить, кого это? Ну, как это его зовут? Маленького, я не помню. Ашавин? Да, 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 да. Ашавин вообще красава был. Понятно. Что ж, Адам? Все, спасибо. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok